Добрый вечер, приветствую вас в программе по-русски с немецким акцентом. У нас вирусная безопасность соблюдена, потому что наш собеседник сегодня так далеко сидит, что он меня точно не может сразить, и я его не могу сразить. Это Альфред Кох в Баварии. Приветствую, Альфред. Привет. Мы решили заранее записывать эту беседу, даже много заранее, сегодня вторник, 18 марта, и мы решили две программы записывать, потому что мы не знаем, в этих условиях сможем ли мы на следующей неделе записывать. Поэтому, Альфред, я хотел бы с вами в первой записи, которая в эту субботу идет, говорит о вирусе, а уже потом в следующей записи, которую мы на следующей неделе уже будем давать про другие политические темы. Вас это устраивает? Да, ради бога. Я только боюсь, что через две недели наша политическая передача уже устареет. Это может быть. Будем очень надеяться, что все-таки ситуация наладится, и, может, тогда еще можем свежее что-то записывать. Но в худшем случае мы это не знаем, и может быть так, что мы просто не сможем записывать. Сейчас утром я читал в газете то, что до сих пор еще все говорили, это теория заговора, и вообще как можно об этом говорить, что все-таки есть много намеков на то, что этот вирус все-таки вышел, будем так говорить, из биологической лаборатории в Китае. Они там в Ухане, и место, где первый раз вирус передавается, 200 метров, по-моему, от этого вирусного предприятия. Как вы относитесь? Это теория заговора? Это бред, или почему же самая большая газета в Германии на второй странице про это пишет? Ну, вы знаете, что и когда появился СПИД, AIDS, вирус иммунодефицита человека, тоже говорили о том, что это какие-то лаборатории его выпустили. И когда вирус Эбола появился, тоже говорили, что какие-то лаборатории его выпустили. Поэтому довольно типичная реакция на появление такого вируса, что он появился в результате лабораторных каких-то экспериментов. Ну, во-первых, на мой взгляд, теперь это уже не имеет никакого значения, поскольку вирус вырвался, и идет эпидемия, и с ним надо бороться. И уже, так сказать, происхождение его особого значения не имеет. А во-вторых, мы же знаем аналогичные вирусы из абсолютно природного происхождения. Это и SARS, и MERS, которые были в 2002-2008 году. Они родственники, по-моему, с этим вирусом. Они родственники, и по поводу тех вирусов никаких конспирологических версий не было. Все знали, что они пришли от летучих мушей. Первый раз через панголина, второй раз через верблюда. Поэтому почему сейчас нужно сделать исключение, считать, что вот именно этот коронавирус, так сказать, рукотворный, мне не очень понятно. Ну, просто странно, что это именно в таком расстоянии от этой биолаборатории, что он такой агрессивный, но я не вирусолог, я вообще не берусь этого. И я тоже не берусь, поэтому мне, откровенно говоря, все равно. Рукотворный он или естественным образом появился. Важно, что с ним нужно бороться. Важно, что эпидемия набирает обороты. И нужно обсуждать именно это, а не то, как, так сказать, кто послужил первотолчком к появлению этого вируса. Летучая мысль или какие-то исследователи в лабораториях уханят. То есть не будем задавать вечный русский вопрос, кто виноват. Будем задавать вечный русский вопрос, что делать. Что вы конкретно делаете, Альфред? Вы себя там в далекой Баварии уже ограничиваете в чем-то, в социальных контактах, как ваш канцлер Ангела Меркель требует. Вы слушаете своего канцлера? Вы послушный гражданин? Я послушный гражданин. Я, так сказать, собираюсь минимизировать контакты, безусловно. И предпочитаю теперь общаться в основном по телефону, по ватсапу, по скайпу. И отменил поездки в Лондон. И много чего еще отменил в своем графике ближайшем. То есть вы вообще не выезжаете час особенно, да? Да, мы собирались на пасхальные каникулы с сыном поехать по Румынии, Болгарии, Турции, Греции. И вот эту поездку мы уже отменили. Ну, это разумно. У вас там в Верхней Баварии, в этой идиллии, в этой провинции, которая недалеко от Австрии, это уже второй вопрос, у вас чувствуются уже какие-то изменения в деревенской или в городской жизни? Или у вас так все, как было всегда? Вы знаете, у нас настолько все по-старому, что даже туалетная бумага в супермаркете есть. Даже это, но вы, конечно, это даже не престижно. Извините, это черный юмор. Да. А в Австрии там сейчас уже очень сильные ограничения. Вы, по-моему, очень недалеко от австрийской границы. Если я правильно помню, там час от вас езди. Это австрийцы не приезжают? Мы ездили копаться на лыжах в Тироль, в район Китсбулля. Это от нас недалеко. Но теперь эти все курорты закрыты. И мы теперь не ездим на лыжах. Дома сидим. То есть там уже вы туда въехать не можете, да? Нет, нет. Я думаю, что по каким-то проселочным дорогам мы можем еще заехать в Австрию. Но смысла туда ехать нет, поскольку все курорты закрыты. И у вас это ощущение, то есть все-таки для вас ментально это что-то изменилось? Или, то есть я такое чувствую. Ну как, меня с чего напоминает? Когда я был в Белиссе, и мы были в городе, и там постоянно были слухи, что русские войска то дойдут до города, то нет. Когда слухи были, все закупались, была паника. Потом были слухи, что не дойдут. То есть такое подвешенное и слегка тревожное состояние. И в Берлине еще не так, но немножко идет в эту сторону. У вас лично, вы такую тревожность чувствуете? Или вы говорите, да, все будет нормально? Ну, скорее я, в общем, пытаюсь сохранить спокойствие. Я не вижу причин для серьезной паники. Единственное, что я испытываю определенный дискомфорт, потому что я за годы жизни в Германии привык, как житель Верхней Баварии, что Австрия, это, в общем-то, не очень заграница. И что я, в принципе, большого развлечения не делал. В Австрию съехать за продуктами или в какой-то немецкий город. А сейчас, когда Австрия закрыта, я испытываю определенный дискомфорт и, наконец, начинаю ощущать, что Австрия – это все-таки другая страна. Это в Берлине сейчас очень большой контраст, когда выходишь на улицу, абсолютно полная жизнь. Я в субботу. В субботу берлинское правительство приняло решение, что немедленно закрывать все бары, которые они очень долго медлили, ничего не делали. В субботу, вновь они это делали, я вечером вышел в своем районе. Да, я читал вашу заметку, да. Девять баров. Сколько, вы думаете, были закрыты? Ну, вы же говорили только один, по-моему. Я писал, да, про это. Только один был закрыт. На следующий день еще раз пошел, и половина. И, знаете, это берлинское отношение, что наркотики, да плевать, там полиция ничего не делает. Это в мирное время многие это считали кайфом. Ну вот, наконец-то, нет этого немецкого порядка. Там хоть анашой торгуй, хоть там кокаином, там все позволено. И у меня сильные ощущения, или даже опасения, что это во времена кризиса, что вы в Баварии все-таки, где полиция еще совсем по-другому работает, что вы тут находитесь в более безопасной ситуации, потому что полиция и правовой порядок более дееспособные. Ну, статистика говорит, что у нас тоже достаточно больных в Баварии, инфицированных вирусом. Поэтому я не преувеличивал бы значение полиции в борьбе с эпидемией. Ну, все. В принципе, дело, существует два разных взгляда на методы борьбы с этой эпидемией. Один взгляд состоит в том, что вот недавно институт Роберта Коха, крупнейший исследовательский центр в области эпидемии инфекции в Германии, может быть, даже и в Европе, выступил и сказал, что будут волны эпидемии этого заболевания, что пройдет первая волна, потом начнется вторая, начнут болеть люди, которые в первой волне не переболели. И так она будет длиться года-два, пока не переболеют практически все жители Земли. И каждый раз новая волна будет вызывать все те же самые, так сказать, меры, которые в конечном итоге будут сказываться на экономике, на благосостоянии людей, на экономическом росте и на очень многих вещах. И каждая волна будет достаточно сильной. И поэтому есть мнение, что вообще надо дать этому вирусу распространиться как можно больше. Чем больше людей переболеют этим вирусом, тем большее количество людей будет обладать иммунитетом к нему, потому что уже доказано, что повторных заболеваний практически нет. То есть вырабатывается устойчивый иммунитет к этому типу вируса, и вторая волна будет существенно слабее первой, третья волна будет существенно слабее второй и так далее. Тогда это будет затухание и вот эти экономические последствия, они будут минимальны. В случае же, если бороться с эпидемией и пытаться ограничить количество людей, переболевших этим заболеванием, то значит вторая волна будет такая же, как первая, третья будет такая же, как вторая. И каждый раз мы будем раз за разом нести все те же и те же экономические последствия. Какая из этих школ победит в Германии, я не знаю. Третью версию, это все то, что вы говорите, это по этой версии тоже правильно, но что самая большая проблема, чего надо испугать, и это, по-моему, и Меркель говорит, и тут я и в порядке исключения верю, что главная проблема, если слишком много людей одновременно заболевают, и тогда медицина просто уже не справится, что главная задача просто замедлит это все. Это, по-моему, логично звучит, потому что в Италии же это не удалось. Сглаживание пиков, чтобы это пузо не было острым, а чтобы его растянуть по времени. Вот, вот, это разумно же звучит. Чтобы количество, скажем так, коек для искусства вентиляции легких и реанимации было не меньше, чем количество больных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть количество переболевших все равно будет тоже, но это будет немножко растянутое во времени. Вот, вот, это же разумно звучит. Ну, наверное, да. И многие упрекают, что Германия слишком медленно действует. Я боюсь, в субботу, когда эта передача видят, уже будем это больше видеть. Будем очень надеяться, что эти критические голоса, что они все-таки были неправы, что они так трагичны, но что Германия сильно медлила по сравнению с соседями, это абсолютно очевидно. Мы будем видеть, были соседи паникерами, или мы, как бы, очень плохим образом это прозывали. Я боюсь второго, но я пессимист в этих планах. Будем надеяться, что случится. Вы знаете, я могу сказать, что тя статистика, которая публикуется институтом Джона Хопкинса и другими исследовательскими центрами, которая охватывает весь мир, и достаточно подробная и детальная статистика, она обладает одним очень важным недостатком. Там действительно показатель, которому действительно можно верить, и который действительно, так сказать, операбелен, то есть его можно использовать в каких-то оценках, это количество умерших. Потому что количество людей, которые инфицированы, это достаточно странная цифра, потому что тестирование в разных странах налажено по-разному. И поэтому реального количества инфицированных этих вирусов мы не знаем. Возможно, большое количество людей уже им переболело. Просто некоторые переболели им бессимптомно, как дети им болеют. Некоторые переболели с легким недомоганием, посчитав, что они просто простудились. Некоторые перенесли его, думая, что больны гриппом. И так далее, и так далее. Поэтому какое реальное количество людей уже переболело, какое реальное количество инфицированных болеет сейчас, какое-то мы не знаем. Поэтому, когда говорят о показателе вот этой смертности, то непонятно, что является базой для расчета. Ну хорошо, окей, количество трупов мы знаем более-менее. Хотя, например, вот цифра в 17 человек, умерших в Германии, меня, откровенно говоря, удивляет. И то мы не знаем, потому что посмертно, например, в Германии не проверяют, а в Италии проверяют посмертно. Вот, понимаете? И потом я бы хотел понять, в чем дело. Тут в 90% случаев смерть от этого вируса наступает в результате пневмонии. Вопрос. А какова статистика по смертности по пневмонии Германии? Вот, 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 вот. Ключевой вопрос. И насколько она отличается от аналогичного периода прошлого года? Вот, вот, вот. Если мы видим всплеск, то совершенно очевидно, что этих людей нужно отнести к умершим от коронавируса. Вот, вот, вот. Если этого всплеска нет, то тогда действительно у нас очень низкая смертность, и мы можем по праву гордиться нашей медициной, которая, так сказать, вытаскивает тех больных, которых, например, итальянская система здравоохранения вытащить не может. Вот. Но хотя у меня есть и несколько соображений более-менее в пользу, так сказать, немецкой системы здравоохранения. Потому что, во-первых, очевидно, что, например, немецкая, Германия на здравоохранение выделяет, честно, больше средств, чем Испания и Франция и Италия. И на душу населения, и в абсолютном выражении. Я специально проверял цифры, можете мне поверить на слово. Германия выделяет порядка 5000 евро в год на человека, и около 10% ВВП идет на здравоохранение. В то время как в Италии эти показатели почти вдвое меньше. Вот. Это первый показатель. И это означает, что, наверное, можно предположить, что, допустим, мест в реанимации операторов искусственной вентиляции легких, реанимологов и так далее, и так далее, в Германии больше, чем в Италии. И в удельном, и в абсолютном значении. Но не в два раза. Может, там много факторов еще неэффективности. Ну, согласились. Но больше, да, согласились. Самая главная группа риска, это, прежде всего, 80+, да, старики. Да, как мои родители. Да. И вторая группа риска, это многокурящие люди. Радитесь, что вы просили. Потому что у них функция легких ослабленная. Многокурящие люди. Вот. А вся же статистика показывает, что в Германии, так сказать, процент курящих людей существенно ниже, чем в Италии и Испании. Вот. Поэтому население в целом более здоровое. Вот. Теперь, что касается, там, группы 80+. Да, в Италии, там, продолжительность жизни больше, чем в Германии. Там, на пару лет, да. И итальянцы этим по праву гордятся. Но, в целом, мне кажется, что в этой взрослой группе немецкие старики, в общем, значительно здоровее итальянских. И в силу того, что они меньше курят, да, и так далее, и так далее. Вот. Я просто смотрю, как немецкие старики тут по горам лазят. 70-80 лет. У нас в Баварии, там, они, скажите, в огромном количестве туда-сюда ходят по горам. И в Италии я такого не видел. Хотя я и в Италии по горам. Они просто больше любят жизнь, они любят кушать, но кушать более столовые вещи. Так что это опасно, я думаю, тут обобщить. Да, вот. Я просто говорю, что, видимо, низкая смертность от вируса в Германии обусловлена рядом факторов. Тем, что народ меньше курит. И то, что старики, в общем-то, поздоровее. И, наверное, какая-то манипуляция со статистикой, когда большинство умерших относят умершими от пневмонии, а не от коронавируса. Все это вместе дает, в общем, достаточно скромные показатели по смертности. И если мы там в Европе идем на третьем месте по количеству инфицированных, хотя я еще раз говорю, что это довольно странный показатель, который непонятно как меряется, то по количеству умерших мы там едва ли в десятку попадаем. Больше нас даже в Швейцарии и Австрии. Я сегодня говорил с коллегой, которого много лет знаю, и он говорит, что он только что говорил с депутатами Бундестага, и я заранее скажу, что это не фракция АФД, а то, может, можно было бы по-другому думать, это фракции правительственные. Они говорят, что они очень сильно боятся, и боятся об этом говорить, что сейчас, как бы под лозунгом этого вируса, очень сильно будут ограничиваться демократические свободы. Сейчас уже речь идет о изменениях в Конституции, о том, что парламент не может соседать так, как было. Они боятся, что это будет использоваться для укрепления нынешнего правительства, для сильных изменений, и в том числе и в экономике, где и так были проблемы, и где теперь так они боятся. Можно все списывать по вирусу, можно там с евро что-то делать, можно денежную реформу делать. И мой коллега был просто в ужасе. Он говорит, я надеюсь, они паникуют, и говорит, я надеюсь, это не так, но совсем отрицать это нельзя. Когда я сейчас критиковал то, что происходит в Германии, вы читали, наверное, иногда эти все недостатки, на меня уже такие нападения, что мой, как я смею, и надо, знаете, партия и народ единый, и кто там смеет критиковать, как в Советском Союзе. Я сейчас читаю автопиографию Войновича, он там все возмущается, что его упрекают, что его рассказы не полезны. И мне именно этими же словами объясняют, что это не полезно, что надо быть конструктивным, что надо помогать. Я считаю, что журналист, наоборот, это его задача говорит, где что-то не идет. Как вы считаете, настолько этот вирус опасен для свободы, для демократии? Ну, мне довольно странно слышать от вас рассказ о том, что депутаты Бундестага опасаются, что им запретят заседать и сделают специальные изменения в Конституцию. Насколько я знаю Конституцию Федеративной Республики Германия, такого рода изменения без согласия Бундестага приняться не могут. И поэтому, если они за них не проголосуют, то их не будет. Ну, а кушать-то очень хочется, свои мандатские кресла-то хочется. Странно. Они, с одной стороны, будут голосовать за эти изменения, а параллельно будут ими возмущаться. Да, это как в Думе. Не голосуйте, если вы считаете, что они, так сказать, ограничивают права человека и разрушают, так сказать, основу конституционного строя. Тогда не голосуйте за них, и тогда их не будет. Какие проблемы? Вас народ избрал именно для того, чтобы вы охраняли, так сказать, их права народа, а не сокращали их. Ну, мы же не первый год замужем с вами, Альфред. Не первый год замужем. Ну, тогда не критикуйте русских депутатов, которые голосуют за абсурдные законы. Это тугое дело, да. Потому что они руководствуют той же самой, как говорится, логикой о том, что своя рубашка ближе к тебе. Абсолютно. Вот. А во-вторых, безусловно, конечно, это паника на руку правительству, властям, потому что, во-первых, она очень многие экономические огрехи может списать. Они все могут списать на коронавирус, а не на собственные, так сказать, глупости, безделия. Вот. А во-вторых, оно действительно дает им полномочия, которые им и не снились. И они могут, введя чрезвычайное положение, в общем-то, творить все, что угодно. И расправиться с инакомыслящими, и много чего, так сказать, устроить из того, что в обычной жизни они бы не устроили. Да, так что... Поэтому надо как раз за этим очень внимательно следить. И в том числе пресса, конечно, должна здесь сыграть свою роль. И то, что вы говорите, оно абсолютно очевидно и не вызывает у меня никаких возражений, что пресса для того и существует, чтобы контролировать все ветви власти и не давать им, как говорится, распоясаться и узурпировать власть. А вот немецкое телевидение... Сейчас еще два примера, потом все-таки коротко о ситуации в России. Немецкое телевидение меня, правда, уже напоминает советское сейчас. Это и многие мне пишут. И, например, один пример, это ведущий второго канала Клаус Клебер, как он ругал Польшу, как они могут закрыть границы, как это плохо. Буквально там дня спустя Германия закрывает, как это хорошо, как это правильно делается. А второе, там был один главный редактор, это первый канал, главные вечерние новости, и там женщина, говорит, такой одуванчик, такая красивая, нежная, она там главный редактор, и говорит, вирус не из вне. Опасность в наших самих, проблема, что мы не объединились достаточно, что мы, знаешь, не пили. Я на это смотрю, я просто, ну, чуть ли не плакать хочется. То есть это левая идеология, она живет там, она хороший человек, она живет в своем этом мире. И, знаете, в интернете уже это было, это была сатира, но многие не упознавали, и говорят, дайте видео на улице, возьмемся за руки, и будем против вируса. И очень многие подписались, говорили, что они туда пойдут. То есть мне кажется, что немцы, они уже очень многие, у них даже, они не могут себе представить, да, кризис, у них все-таки русские закаленные, увы, не от хорошей жизни. Они знают, что такое кризис, что почем. А тут эти одуванчики, которые всю жизнь жили, там все только как унисекс-туалеты, как это еще гендеровская справедливость, а тут бац, и меня это беспокоит. Жестокая реальность жизни, да? Да, 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 да. Это меня сильно настраивает. А сейчас переходим в Россию, я еще до 4-5 февраля был в Россию, уже в Тамадедово прилетел, удивился, что все там в масках, говорят, что эти простые ничего не приносят. Я тогда думал, ой, Россия, там все-таки Китай рядом, для России опасно. Сейчас по официальным данным там все спокойно, разве так может быть? Ну, я что-то этим официальным данным в России не очень верю и не слышу, что там особо... В отличие от Германии, да, в России все секрет и все не тайна, знаете, да? Вот. Вот. там статистика по пневмонии, опубликована. И показано, что, например, в Москве смертность от пневмонии по сравнению с прошлым годом выросла на 37%. То есть в Германии она не публично, а там публично? Да. Фантастика. Ну, я не знаю, возможно, эту информацию в Германии где-то можно получить, но вот в России она уже опубликована. Фантастик. И смертность от пневмонии на 37% выросла. Тут все понятно. Вот это коронавирус, да? Ну да, тут все понятно. То есть там все-таки число, если так смотреть на новости только, то ощущение, что коронавирус обошел Россию страной, но вы согласны со мной, что это очень маловероятно? Нет, конечно. Я думаю, что все отдают себе отчет. И огромное, если вы зайдете на русские средства массовой информации, даже в том же самом интернете, то там пишут в Казани школы закрыты на карантин в связи с эпидемией гриппа. В Воронеже детские садики закрыты в связи с эпидемией ОРВИ и так далее. То есть придуманы некие синонимы, которые используются для того, чтобы делать те мероприятия, которые в Европе делаются в связи с эпидемией коронавируса. Просто в России это не называется эпидемией коронавируса. Но фактически все мероприятия они деланы для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса. Просто называется это эпидемией гриппа, острое респираторное вирусное заболевание и так далее. То есть старая, добрая советская традиция вещи не называть своими именами. Ну, строго говоря, коронавирус тоже можно признать некой формой гриппа, просто очень тяжелого гриппа. И в то же время трудно возразить, кроме того, что это действительно острое респираторное вирусное заболевание. Поэтому те синонимы, которые придумываются, они, строго говоря, не являются враньем. Самый последний вопрос, а то время уже истекает, все-таки ощущение, и мы полагаемся на то, что мы видим СМИ, мы, конечно, точно не знаем, но ощущение, что Китай после первичного такого сомедления все-таки очень решительно действовал, и что все-таки удалось китайским властям ограничить этот вирус. Оказано, что в Тайване очень хорошо действовали, в Сингапуре с очень жесткими методами. Настолько автократические системы легче могут с этим справляться, настолько в демократиях в такой ситуации. Но я с этим не согласен. Я спрашиваю, я не говорю, я спрашиваю. Не, не, Южная Корея демократическая страна, она, так сказать, справилась, пик эпидемии пройдет. Тайвань демократическая страна, она с этим справилась, пик эпидемии пройдет. И, откровенно говоря, там какого-то сильного преимущества авторитарных режимов в борьбе с эпидемией, в данном случае я не вижу. Ну, слава Богу. Да, это первое. Второе, самое главное. Все ученые, которые серьезно занимаются вирусологией, они все в один голос говорят, что, несмотря ни на что, вирус со временем будет ослабевать. Он будет все менее и менее, так сказать, смертелен. Смертность от него будет снижаться. И в определенное время, там, условно говоря, через два месяца, я сейчас боюсь говорить конкретные сроки, но, условно говоря, два, три месяца, полтора месяца, он примет такую форму, когда смертность от него будет такая же, как от обычного гриппа. И почему это происходит? Потому что такова природа вируса. Понимаете, в чем дело? Потому что наиболее опасные, наиболее тяжелые формы вируса, они умирают вместе с человеком, которого они убивают. И остаются только слабые формы, которые не доводят до смерти тела, в котором они поселились, организм, в котором они поселились. Поэтому по мере перехода от одного человека к другому, в результате мутаций, вирус найдет ту форму, которая позволит ему сосуществовать с тем организмом, в котором он оживет, не убивает. В принципе, это и задача вируса тоже, да? Ему же нет задачи универтвить себя и ценой своей смерти уничтожить организм, в котором он поселился. Нет, он хочет жить тоже долго, да? То есть вирусы-камикадзе вымирают, они не умножаются? Да, вирусы-камикадзе вымирают, остаются те, кто научился дружить с организмом и не истощать его. Как в настоящей жизни, да? Агрессивная стратегия не всегда купается. И поэтому постепенно... Помните, так сказать, когда появились первые вирусы гриппа, под знаменитый всплеск Испанки, да? Там он миллионы людей уносил. А теперь вирус гриппа даже никаких карантинов не объявляется. Просто человечество их переживает спокойно. И все то же самое с этим коронавирусом будет. Он постепенно будет слабее, слабее, слабее. И в какой-то момент человечество просто научится с ним жить и научится его лечить. К тому времени появятся и вакцины. И, кстати, очень важно, появится огромное количество людей, которые выздоровели от этого. А у них, значит, можно взять сыворотку и ее колоть. Или, например, в качестве профилактики делать как прививки. Как это делали поначалу с оспой, да? Там же брали уже от переболевших оспой людей вытяжку. И делали уколы другим людям, прививки. И таким образом победили оспу. То же самое здесь будет с этим коронавирусом. И чем больше будет выздоровевших, тем больше будет, скажем так, количество людей, у которых можно взять эту вакцину для того, чтобы колоть другим. Сыворотку вернее. Вашими устами, мед, хлеб, наше время пришло к концу. Я прощаюсь с вами. Только не отключайтесь, мы еще вторую часть запишем, которую вы, дорогие наши слушатели, увидите в следующую субботу в 20 часов. А на сегодня до свидания. Да, до свидания. Всего доброго. И включайте нас снова. Будем надеяться, что все образуется. Да, да, в следующую субботу смотрите. Главное, это позволить правительству присвоить все заслуги по поводу побеждения эпидемии себе. Это точно. А то эпидемия пойдет вниз сама собой. А правительство скажет, это мы ее победили. Ну-ка давайте хвалите нас. Как с климатом, там только выиграть можешь. Потому что если будет плохо, то это живешь. Глеб Кумберг не слышно. Сбылась я мечта, останавливается промышленность. А она как-то не радуется этому. Все. До свидания. Всего доброго. До свидания. И снова нас включите в следующую субботу в 20 часов. Да.